Осветление волос кефиром – народный метод проверенной времени. С давних пор женщины меняли свой цвет волос всевозможными средствами. Сейчас можно покрасить их в любой цвет, было бы желание. Но все знают о том, насколько это вредно для их здоровья. Мы предлагаем вам альтернативу осветления волос кефиром. Апостров закрывающая круглая скобка. Точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Свойство кисломолочных продуктов кефир содержит в себе большое количество полезных витаминов и минералов, например, витамины А, В, С, Е, кальций, магний и калий. Благодаря кальцию истонченная шевелюра вновь обретает силу и растет заметно быстрее. Витамины А и Е способны придать здоровое сияние, яркий близко и в целом положительно влиять на шевелюру. Дрожжи, которые содержатся в этом натуральном продукте, помогают ускорить рост локонов и пробудить спящие волосяные лукавицы. Смесь также способна избавить кожу головы от раздражения и зуда за счет бактерицидных свойств кисломолочных продуктов. Благодаря использованию этих рецептов, вы осветлите свой оттенок и поправите внешний вид и здоровье своей прически. Кому подойдут такие маски? Кефирные маски подойдут для любого типа волос. Иссушенные и ломкие локоны станут мягче и перестанут так интенсивно ломаться. А для жирных волос есть свои плюсы, локоны перестанут быть засаленными и будут загрязняться не так быстро. Если у вас окрашенная шевелюра и вы недовольны цветом, то маска идеально подойдет для вас. Кисломолочные продукты способствуют вымыванию пигмента и тем самым поможет мягко избавиться от нежелательного цвета. Рецепты рассмотрим. Самые популярные рецепты кефирных масок для осветления волос с добавлением других натуральных ингредиентов. Апостроф закрывающая круглая скобка. Точка с запятой закрывающая фигурная скобка. С добавлением меда потребуется кефир 1 стакан. Мед 1 стакан л. С добавлением лимона потребуется кефир 1 стакан. Лимонный сок 1-2 стакана. Закрывающая круглая скобка. Приготовление. Смешайте подогретый кефир с соком лимона. Нанесите на локоны и утеплите голову полотенцем. По прошествии 2 часов смойте. Такой рецепт наиболее подходит для обладательниц жирных волос. Хотите узнать больше? Читайте про светление лимоном. С добавлением корицы потребуется кефир 5 стаканов. Л корица 2 стакана л. Закрывающая круглая скобка. Приготовление. Смешайте ингредиенты и нанесите на пряди. Держите смесь 2 часа и затем смойте шампунем. Как мы уже писали ранее корица очень популярна для осветления. Полезное видео. Кефирная маска для сухих окрашенных локонов. Результаты. Можно ли осветлить волосы кефиром? Для заметного результата стоит делать кефирные маски еженедельно. Желательно, чтобы натуральный цвет был не темнее, чем темно-русый. Но натуральные брюнетки тоже могут делать эту маску, просто им потребуется большее количество процедур. Даже если цвет не изменится, вы заметите, что шевелюра стала гораздо крепче и приобрела красивый перелив. У нас можно узнать самые эффективные способы осветления черных волос. Светло-русые девушки могут смело рассчитывать на блонд. Ваша прическа осветлится на 5-6 тонов. Рыжеволосые увидят, что их шевелюра стала ярче и приобрела роскошный золотистый блеск. В фото да и после полезные советы для жирного типа наиболее подойдет обезжиренный продукт, а вот девушкам с сухими волосами стоит купить 2,5%. Продукты для маски должны быть свежими, тогда эффект будет значительней. Кефир можно перемешать с простоквашей, результат будет заметней. Не перегревайте кефир или он превратится в творог. Оптимальным вариантом будет водяная баня. Не менее полезными и интересными для любительниц домашнего осветления волос народными средствами окажутся следующие статьи. Ароматное осветление эфирным маслом лимона, пищевая сода, как самое простое и доступное средство для обесцвечивания волос, эффективные витамины, коктейль меда и лимона, осветление перекисью водорода, гарантированный успех. Не забудьте об уходе и питании за волосами после осветления. Мы приготовили для вас проверенные рецепты и обзор лучших масок для волос после осветления. Полезное видео – маска для роста волос с кефиром и оливковым маслом. Свойства кисломолочных продуктов. Кефир содержит в себе большое количество полезных витаминов и минералов, например, витамины А, В, С, Е, кальций, магний и калий. Благодаря кальцию истонченная шевелюра вновь обретает силу и растет заметно быстрее. Витамины А и Е способны придать здоровое сияние, яркий блеск и в целом положительно влияют на шевелюру. Дрожжи, которые содержатся в этом натуральном продукте, помогают ускорить рост локонов и пробудить спящие волосяные лукавицы. Смесь также способна избавить кожу головы от раздражения зуда за счет бактерицидных свойств кисломолочных продуктов. Благодаря использованию этих рецептов, вы осветлите свой оттенок и поправите внешний вид и здоровье своей прически. Кому подойдут такие маски? Кефирные маски подойдут для любого типа волос. Иссушенные и ломкие локоны станут мягче и перестанут так интенсивно ломаться. А для жирных волос есть свои плюсы, локоны перестанут быть засаленными и будут загрязняться не так быстро. Если у вас окрашенная шевелюра и вы недовольны цветом, то маска идеально подойдет для вас. Кисломолочные продукты способствуют вымыванию пигмента и тем самым поможет мягко избавиться от нежелательного цвета. Рецепты рассмотрим. Самые популярные рецепты кефирных масок для осветления волос с добавлением других натуральных ингредиентов. Результаты. Можно ли осветлить волосы кефиром? Для заметного результата стоит делать кефирные маски еженедельно. Желательно, чтобы натуральный цвет был не темнее, чем темно-русый. Но натуральные брюнетки тоже могут делать эту маску, просто им потребуется большее количество процедур. Даже если цвет не изменится, вы заметите, что шевелюра стала гораздо крепче и приобрела красивый перелив. У нас можно узнать самые эффективные способы осветления черных волос. Светлорусые девушки могут смело рассчитывать на блонд. Ваша прическа осветлится на 5-6 тонов. Рожеволосые увидят, что их шевелюра стала ярче и приобрела роскошный золотистый блеск. Полезные советы для жирного типа. Наиболее подойдет обезжиренный продукт. А вот девушкам с сухими волосами стоит купить 2,5%. Продукты для маски должны быть свежими, тогда эффект будет значительней. Кефир можно перемешать с простоквашей, результат будет заметней. Не перегревайте кефир или он превратится в творог. Оптимальным вариантом будет водяная баня. Не менее полезными и интересными для любительниц домашнего осветления волос народными средствами окажутся следующие статьи. Ароматное осветление эфирным маслом лимона, пищевая сода, так самое простое и доступное средство для обесцвечивания волос. Эффективные витамины, коктейль меда и лимона, осветление перекисью водорода, гарантированный успех. Не забудьте об уходе и питании за волосами после осветления. Мы приготовили для вас проверенные рецепты и обзор лучших масок для волос после осветления. Полезное видео – маска для роста волос с кефиром и оливковым маслом. Продолжение следует...